Сегодня я хочу с вами поговорить про 45-ю страницу трактата Бавакама. И здесь продолжение суги, о которой мы уже говорили на предыдущем уроке. Здесь, как я говорил, Мишна как-то странно напечатана. Я, кстати, увидел, что в Мишна-Йод, я проверил, в обычных изданиях Мишна-Йод, последняя часть Мишны напечатана вместе со следующей Мишной, что вроде имеет больший смысл, это будет последняя Мишна нашего перика, четвертого перика. Там фактически обсуждаются разные случаи, когда один человек за другого теперь отвечает за быка, а также просто, если человек недостаточно хорошо охранял быка. Так вот, я думаю, что, может быть, то, что в нашем издании Геморрой напечатано было, последние слова Мишны, следующие фактически вместе с предыдущей, потому что, может, они хотели подчеркнуть, что также имеет отношение и к предыдущим случаям, когда мы говорили, если бык-убийца, определенные законы, да, хозяина, у которого бык бодался и он убил человека, то то же самое относится, если кто-то, опять же, занял быка, если бык поменял владение, кто-то арендовал быка, то теперь он на месте хозяев. Но основной смысл конца Мишны был по отношению именно к финансовым законам, что если кто-то занял быка или охраняет быка, сторож платный или бесплатный, есть четыре вида сторожей, которые будут описаны позже в трактате Бабницея, например, когда занимаешь что-то бесплатно или за деньги, да, арендуешь, или если охраняешь за бесплатно или за деньги, да, четыре варианта бывают, ради хозяина делаешь что-то, то есть охраняешь, ему делаешь как бы одолжение, охраняешь его вещи или его животное, и бывает, что это делать за деньги, или, наоборот, для себя это делаешь, то есть берешь у кого-то его животное или его вещи, шоэль за бесплатно или за деньги берешь, арендуешь на прокат за деньги. Вот все эти четыре варианта, закон одинаковый в отношении того, что если бык попал во владение другого, то нужно, соответственно, отвечать теперь за его ущерб, и если будет ущерб, когда бык бодается, то, соответственно, полный ущерб. Но тут есть нюансы, мы уже кое-что из этого касались. Если человек, например, занял быка и не знал, что он бодается, а оказал, что он бодающийся бык, тогда он не виноват. Он же не знал, что ему дадут быка, который бодается. Ну, если он, например, выбору обычного быка занял, и этот бык при нем стал бодаться три раза, тогда теперь он на месте хозяев. Если он не стал еще три раза бодаться, то, соответственно, он платит половину, как хозяин бы заплатил. Все это понятно. Так вот здесь, в том числе, гемора многое поправляет. Оказывается, что есть много нюансов во всех этих законах. Я вдаваться в них не буду. Практического применения они очень редко будут. Практическое применение имеется. Но, во всяком случае, есть очень много деталей и различий во всех этих законах. Бывает, что есть такие разницы в разных видах занимающих быков. В некоторых законах, например, шомерхинам, бесплатный сторож, например, могут в каких-то законах быть какие-то различия. Но все это выходит за рамки нашего урока. Следующая Мишна очень интересная. Есть три мнения. Если человек таки охранял быка. Но вот обсуждение Мишны сначала про случай, когда он охранял его не очень. Так сказать, привязал его, но это называется шмира-бхута. Плохой способ. Он может отвязаться, может убежать, но это, во всяком случае, хоть что-то. Он что-то сделал, чтобы этот бык не ободал никого. Но сделал по минимуму. Или если он закрыл, например, дверь за ним, но не как следует его приковал, как-то так, чтобы он вообще не мог убежать. Если бы он его как следует приковал, тогда он больше ни за что не отвечает даже. Случился какой-то необычный очень случай, и быку удалось как-то выйти на свободу. Но мы говорим о случаях, когда он сделал шмира-бхута. Маленький, так сказать, минимальный способ охраны, недостаточный. Так вот здесь есть три мнения. Мнение Раби Мейра, что ничего не помогает в такой ситуации, и платить нужно и в случае быка, который не предупрежден был хозяин, и в случае быка, которого хозяин предупрежден. В обоих случаях нужно платить. А потом парадоксальное мнение Раби Йихуды, что таки строже получается закон после предупреждения, чем до предупреждения об этом. Немножко парадокс. Похоже, Мейри, есть такой важный решон, важный из ранних комментаторов, чьи писания долгое время были недоступны, и потом их нашли и напечатали. Называется Бейта Бехира. Так вот этот мудрец, Абиминаха Мейри, он считает, что, возможно, причина в том, что когда бык, уже известно, что он бодается, люди тоже должны быть более осторожны, зная, что это бодающийся бык. Но, во всяком случае, Раби Йихуды говорит, что как раз там бык, который не бодался, у которого не было презумпции, что он бодается, там не помогает Шмира Бхута. Малая, так сказать, малая охрана. А вот когда бык бодался уже, тогда малая охрана помогает. И, наконец, последнее мнение Раби Йезера, который говорит, единственное у Шмира это зарезать его. Что бык, который бодается, нужно его зарезать просто. И как Гимора объяснит дальше, уже на следующей странице, что так же, как, скажем, человек не должен у себя иметь собаку кусающуюся и других там животных, которые могут принести ущерб. Так же и быка, который бодается, следует зарезать. Есть мнение, что имеется в виду, что быть по турбинамидин шамаем, как говорится. Чтобы быть полностью чистым перед небесами, человек обязан зарезать такого быка. И на этом я на сегодня закончу. Если вам нравится видео, пожалуйста, жмите лайк.